В главных ролях Кайя, Юнус Эски, Бериль Колджу, Мутлу Нур Лавчи и Джем Куртаглу. Композитор Тунахи Зметли. Продюсер Фарук Тургут. Режиссер Кеджхе Хакан Кирвавач. Красивее, чем ты. Режиссер Кеджхе Хакан Кирвавач. Режиссер Кеджхе Хакан Кирвавач. Как... Курджидала меня у входа? Хочу сама увидеть путь позора. Путь позора? Хорошо сказано. Люди смотрят на меня или мне просто кажется? Смотрят. Либо узнали про поцелуй, либо про должность, либо всё сразу. И ладно. Мне всё равно. Пойду сразу в кабинет. А с ними потом разберусь. Разберёшься. Как-то разберусь. Пойдём. Доброе утро, Эвсун Как прошла ваша ночь? Уж всяко лучше, чем твоя Вот курица Типа, я могу поцеловать имера, а вы нет Пускай думает, что хочет Бенур, хочу работать Сколько у меня клиентов? Два на ботокс, есть еще на филинг, потяжку и пилинг И это только утро Насчет послеобеденных потом Спокойствие Спокойно, успокойся, Эвсун, спокойно Я придумала, как всем понравится Как? Узнаешь Пей апельсиновый сок У тебя хорошее настроение Ладно тебе, это мое обычное настроение Слышала, первину летела за границу Правда-ка я? Правда, Серпиль То-то ты радостная Не говори так, все совсем не так Я рада, потому что давно не видела сына Папа, чего не приглашаешь? Как дела в клинике? Хорошо Первин уехала, теперь ты главный сынок Ты только не сильно переутруждайся Я не главный, мама Есть партнер Партнер? Какой это партнер? О чем он? Поскольку папа и госпожа первин мне не доверяют Они нашли мне партнера Ну что за шутки? Они тебе полностью доверяют И что за партнер, Кайя? Знакомая первин, доктор Вот повезло, Кайя Это верно Отправь мне заключение, отчет и бюджет Я посмотрю Ладно Может, и еще что? Нет Понял Хорошо позавтракать, мне пора Но ты ничего не съел Увидимся Увидимся Браво Нельзя было сказать «увидимся» и попрощаться с сыном Вот ты всегда его приглашаешь, а потом молча сидишь А что мне делать? Предлагаешь переписываться с ним, как ты? Прекрасно Куда идешь в такой час? Смотри, здесь вода, апельсиновый сок Пойду за Вишневым, Кайя Ладно, хорошо А еще позвоню Поэтому уходишь Вот так вот все и случилось Я вас не утомил? Нет Нет Так о чем это я? Она подошла и сказала Хочу развестись Какой там развод? Я был в шоке и попросил объясниться От меня, видите ли, не захватывает дух Я не из тех, кто любит риск Видите ли, живу обычной жизнью И вот она мне это все высказала А я и возразить ей не могу Да и вообще, что я в таких ситуациях должен говорить? Честно говоря, я не понимаю Так ты же лайф-коуч Придумай Да, я лайф-коуч, но при чем здесь это, Ширин? Мне предложить жене мыслить позитивней? Прошу, помогите мне Я с женой могу развестись Ты не понимаешь, Ширин? Помоги мне Я понимаю, что развестись с тобой хочет твоя жена, а не я Вот и говори с ней Сколько сочувствия Повезло, что ты мне не жена Даже если не хочешь, ты должна поддержать меня хотя бы парой слов И как-нибудь утешить Это твоя обязанность, как коллеги Хочешь сесть на диету? Нет Она не жалуется на мой живот Все в порядке Но тогда ничем помочь не могу Доброе утро Доброе Эмир Твои пациенты начали приходить ко мне И это меня беспокоит Не переживай Это норма Они приходят к тому, кто лучше Правда? Так и есть Доброе утро Доброе утро Доброе утро После работы Эфсун хочет поговорить с коллегами Хочет Эфсун или ты? Что-то ее не видно Она хотела сама сказать Я передаю ее слова Пусть тогда подойдет и скажет сама Пусть подойдет, если хочет что сказать Должна сама сказать? Да, именно так Думаю, ты прячешься На самом деле так и есть Холодную маску Сейчас Что ж, госпожа Сибель Теперь мы нейтрализуем химикаты Которые нанесли на ваше лицо От акна и прыщей Большое вам спасибо Я перепробовала все Это моя работа Придете через 4 недели Придете? Хорошо Ну ладно Схожу к Эмиру, а ты будь здесь Ладно В этот раз не поцелуй Бинуш Только ты можешь такое мне выдать А кто еще? Поговорим? Элиф, подожди снаружи Хочу провести встречу с командой В том числе и с тобой А ты извинишься за вчера перед всеми? Что? Нет уж Ты извинишься передо мной при всех? Нет, будешь настаивать? Тогда нам не о чем говорить Полотенце Полотенце? Ассистентка вышла Полотенце Теперь я буду вместо нее? Пациент ждет Хотя не должен Поблагодарите его Неси Что? Ну что ты творишь? Ты прямо Как ребенок Приглашать ту женщину на церемонию Было ошибкой И знаю Что поцелуй Тоже был Ошибкой Насчет этого Можешь быть спокоен Этого больше не повторится Я ничего не почувствовала Отлично Хорошо Тебе бы извиниться передо мной Мог бы отказаться и не целовать меня Зачем поцеловал? А? Я сделала это, чтобы замять ситуацию За что мне извиняться, если ты виновата? Просто, чтобы ты знала Я не смешиваю личную жизнь и работу Я не ошибаюсь И не люблю тех, кто играет со мной А я вот не люблю твердолобых эгоистов Которым принять извинения не позволяет их гордость Отлично Получается, мы друг другу не нравимся Хоть что-то есть общее Встретимся после работы Марлэр Но сперва послушай мать И понаблюдай за операцией Может, чему научишься от меня? Маску Доктор, я надену вам маску Стерильность – наше все Готово Удачи, доктор Спасибо, новичок Итак, мы начинаем Ее зовут Эвсун Сельский доктор Работала в Газиантепе Что? Врач-дерматолог И? Сомневаюсь, что она занималась ботоксом раньше Я правда не понимаю Как ее взяли в такую престижную клинику Да еще и во главе поставили Ей теплое местечко А мы все в шоке Нет, дорогая, мне кажется, я права Она не руководить пришла, а набираться опыта управленца Верно Вы совершенно правы Но мне кажется, что ей не нужны ни новые знания, ни новые идеи Только клиника Она тут не на время Но совсем Больно властная А еще мне кажется, что она хочет сбить с толку Эмира Ты что, шутишь? Я слышала, что говоришь Хочет сбить с толку Эмира? Это невозможно Я тоже так думала Госпожа Серпиль Да? Я никому об этом не говорила, но вам скажу Говори На церемонии, что была вчера Ну? Она Прижала Эмира и поцеловала Что? Поцеловала Эмира? Стыдова Скандал? Не то слово Кроме меня их никто не видел Ладно, неважно Я не могу понять Она здесь всего два дня Но я уже не жду от нее ничего хорошего Совершенно Кем бы она ни была Но она положила глаз и на клинику, и на Эмира Гильден Я прошу тебя приглядывать за Эфсун, ладно? Не пойми меня неправильно Я не вижу в ней никакой угрозы Вот я тебя сейчас послушала И мое мнение об этой Эфсун слегка изменилось Непостоянное Непостоянное И опасное Пора обновлять ботокс Схожу в клинику и встречусь с ней Отлично Что будешь? Выпью кофе Ладно Айнур? Да тут хуже, чем у нас в деревне Пациентов куча и всем марафетно вести охота Вот так нас и проверяют Ты чего так смотришь? Опять меня провел И одержал победу И как же? Вопрос не в том, как он обманул А в том, как с ним совладать Знаю я этот взгляд А вот он нет Что мы здесь забыли? Госпожа Первин просила Мне тоже интересно Так ли он хорош, как говорят? И? Что думаешь? Хорош? Талант у него есть Осторожный Скрупулезный И очень спокойный Ты что, завидуешь ему? Таланту не завидует Беннур Им восхищаются Да что ты говоришь Ладно Они начали зашивать Пойдем Пойдем У нас карта, а не наличка Карта? Верно У меня нет Мы за наличку не возим Простите Спасибо Спасибо Сколько с меня? Не знаешь Сколько стоит проезд? Нет Кстати, я Джем Ты сейчас серьезно? Мы вообще-то уже два года вместе учимся Не узнал? Ты уж прости Я редко появляюсь Скажи, как тебя зовут? Забудь Да ладно тебе Ну забыл я имя Я все имена, что ли, должен помнить? Ну да У тебя в голове есть место Только для имен платников Но не бюджетников О чем ты говоришь? Ты чего? Можешь пересесть на другое место? Да мне тоже не нравится тут сидеть Вот и славно Бешеная какая-то Приветствую Простите, не припомню запись на это время Ничего страшного Я не записывалась Можно попросить вас записаться? Все расписано Что, правда? Угу У меня пожизненное членство в этой клинике Я Серпиль Мама Эмира О, правда? Рада знакомству Приветствую я, Ивсун Что, правда? Я тоже рада знакомству Я бы хотела вколоть ботокс Конечно А Эмир знает? Давайте я за ним схожу Нет, дорогая Зачем же его тревожить? Процедура простая А он сейчас занят на операции Вот и пришла к вам Ну Вы пришли прямо по адресу Все будет в лучшем виде Не волнуйтесь Прошу Ладно Да, что такое? Хочу отдать документы Эмиру Давай я тебе помогу С анкетой Для врачей А вы кто такая? Держись от меня Подальше Я секретарь мира Меня зовут Джанан Впервые вижу таких Тетенек Тогда придется привыкнуть ко мне Я тут работаю 17 лет Так что ты будешь видеть меня очень часто Анкету должен заполнить врач Хорошо, но позволь кое-что прояснить насчет господина Эмира В этой клинике ему анкеты незачем заполнять Он один из двух управляющих И если ему что-то не понравится, он сам все переделывает Все предельно просто Разве я должна это объяснять? Подождите Дошло? Дошло! Прекрасно, до тебя все-таки дошло Ну, судя по всему, Эмир подобрал себе такую же дерзкую помощницу, как и он сам Если его величество снизойдет, пускай явится навстречу А до этого пусть заполнит анкету Сам Еще пожалеете Проходите мимо такой сладкой конфетки Кстати, я Бинур Помощница госпожи Эфсун Стараясь помогать ей во всем Я ее правая рука А она... Да, я знаю, она тоже партнер Что еще? Вы приехали из Газиантепа, это я тоже знаю Вчера она унизила господина Эмира, даже поцеловала его, и это я знаю А еще же встреча вечером, вот уж благодарю Откуда вы все знаете? Джанан знает Да Притормозите-ка Вообще-то Я знаю Бинур знает Дорогуша, пойми одно Здесь обо всем знает лишь Джанан Ну, пока Бинур знает Бинур знает Я эту фразу запишу Бинур знает Прописными напечатаю Улыбнитесь Отлично Уже все Почти Что ты делаешь? Вкалываю ботокс Не ты Я спросил маму Сам не видишь, Эфсун вкалывает мне ботокс А как же я? Я не пошла к тебе, потому что у тебя были дела Я сразу уйду Как ты узнала, что я здесь? Джанан сказала Ты знаешь, Джанан Подстать и миру Высокомерная, наглая смутьянка Что за мать интересно вырастила такого начальника? Эфсун, у тебя ведь не было записей на этот час Кто это? Ваша ассистент Рада знакомству Я мама Эмира Кто? Серпиль Мама Вы вставайте, я уже закончила Закончила? Как быстро Вы ведь все знаете Душь только завтра И увлажняйте кожу Я знаю, я все знаю Признаю, вы хороши в своем деле Обязательно еще к вам приду Как пожелаете Буду только рада Я бы пригласила вас на ужин Придете? Приезжайте с Эмиром Муж хотел бы познакомиться с вами Нет Не получится У нас сегодня встреча Ой, как жаль Тогда завтра вечером С радостью Тоже хочу познакомиться Вот и славно Завтра вечером жду До встречи До встречи До встречи До встречи Держи язык за зубами Правда Прям за зубами Да я же не буквально Думай перед тем Как что-то сказать Проехали Держи Охо 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 Слушай, я ведь тебя Типа за проезд должен Не хочу оставаться в долгу 200 лир за проезд? Меньше нет Ох уж эти проблемы богатых Как же мне тебя жаль Мама? Почему я в Сун, а не Гюльдент? А что такого, Эмир? Хочу увидеть нового партнера Мне тоже интересно, кому Первин так доверяет А папа в курсе? А папа в курсе? Что за вопрос? Отпрашиваешься у отца, чтобы прийти сюда? Послушай, есть что-то, что я не должна знать о ней? Да нет Папа не хочет, чтобы ты лезла в его бизнес Вы, мужчина, без нас Ничего не можете сделать Разве я не права? Когда я торгую нашими товарами из дома Вас все устраивает Но как речь о клинике и фабрике То мне вмешиваться нельзя, верно? Мама, ты же знаешь, я о другом Ладно, ладно, я тебя услышала Я знаю, что можно, а что нельзя Увидимся завтра за ужином Мама! До встречи! Гюльден, госпожа Серпиль, я скучала по вам Можешь не переживать, моя дорогая Я скоро приду Ладно Ладно Вы чего? Да так Зачем ты приняла ее приглашение? Я дома не готовлю, питаясь доставками Вот и захотелось Домашней еды Мой отец отобьет тебя, Петер Не переживай, ничто не способно мне его отбить Пришел мой пациент Так пойдем скорее Еще с документами разбираться Платежи, поставки, другие заморочки Смотрю, тебе нравится управлять Ты бы так не увлекалась Клиника-то моя Клиника ведь моя Мы и так поняли, что она твоя Точнее, твоего отца Так хочется быть начальником Я лишь хочу выложиться на полную, пока я здесь Понятно? Первин за границей У меня хороший настрой Как вернется, я уйду Не упрашивай остаться Ясно? Надеюсь Надейся Госпожа, добро пожаловать Здравствуйте А это мой партнер, Эфсун Приветствую Здравствуйте Эфсун, иди туда, там лучше Нет, откажусь Мое место рядом с тобой Верно, партнер? Конечно Здравствуйте, госпожа Ишим Здравствуйте Господин Эмир, вот снимки госпожи Ишим, если понадобится Спасибо Спасибо Итак Я вас слушаю Я сбросила 62 килограмма Мое ожирение для меня было ночным кошмаром Я ела без остановки Постоянно болела, и у меня были проблемы с дыханием Так что из дома я не выходила В то время муж меня постоянно поддерживал Но я развелась с ним, чтобы дальше есть Я была в печали, но потом началась терапия А после нее и диета, и вот я здесь Как можете видеть по фотографиям, все должно быть понятно Сперва нужно вас обследовать, а потом решим вместе, что будем делать Давайте ограничимся фото, я еще не готова себя показывать Госпожа Ишим, вы сбросили такой вес и излечились ментально и физически Это большое достижение Остальное детали Теперь дело за нами У меня все так висит, что даже футболку не надеть Само собой Мы с мужем снова общаемся Дали отношениям второй шанс Но я не хочу ему такое показываться Госпожа, обвисание кожи частое явление при сбросе веса Не думайте, что это только у вас Кожа – это тоже живой орган И он может растягиваться и деформироваться с потерей веса Именно Наша работа исправить это Сделаем липектомию рук, ног и живота Что такое липектомия? Стянем кожу под температурой Аааа, живот, спину, попу, все стянем Как будем стягивать и ноги с руками Большое вам спасибо Когда снова встречусь с мужем, буду красавицей Через две недели Недели? Госпожа, за две недели никак Для начала нужно пройти обследование, чтобы мы убедились, что вы готовы к операции ментально и физически Вы, наверное, неправильно поняли Я месяцами ждала этого Ждала встречи с мужем Нет-нет, у меня только две недели Госпожа, насколько я понимаю, ваш муж любил вас и в прежней форме, когда у вас было ожирение Наберитесь терпения Терпение? Да что вы знаете о терпении? Легко говорить, когда похожа на супермодель Госпожа Ишим, я понимаю вас Мы с партнером посоветуемся Конечно, конечно, пожалуйста Конечно Если собираешься ругать меня при всех, то не стоит Я откажу ей Что? Девушка в беде, не видишь? Красоток всяких оперируешь, а ее не хочешь? И что ты за врач такой? Она себя не любит Уйдут месяцу, чтобы добиться результата Она хочет все и сразу Проблем не оберемся Ну, хорошо Психость идет к психологу Отправим к Ширин Проверим стабильность веса, анализы Не надо сдаваться И в сон Уверен, она что-то скрывает Ладно Если скрывает, я узнаю Она у вас нуждается, и мир Она столько лет старалась сбросить вес Деформация, обвисание Операция на мне Но все остальное будет на твоей совести Так и запомни Ладно Идем? Да Госпожа Я сделаю операцию Но при условии Я попрошу пройти обследование Потом вы встретитесь с психологом, который занимается подобными случаями Наш диетолог проверит индекс массы тела и стабильность веса Хорошо Я совсем согласна Но восстановиться до приезда вашего мужа невозможно Имейте в виду А сколько это займет? Вы перенесете сложные операции на каждую 4-5 часов Операции опасные, поэтому делаются в разное время Заживать будет долго Вам придется носить корсет и... Несколько месяцев Несколько месяцев корсете Именно так Ладно, я согласна Хочу избавиться от обвисания Я хочу забыть о своем прошлом Нужно обследовать вас Позже пойдете вниз на анализы Смотрите Вот моя медицинская карта Результаты анализов, которые я сдавала на прошлой неделе Анализы, заключения, там все есть Вы молодчина, молодчина Это все ваше? Вы все проходили? Да Никаких жалоб? Никаких Рада за вас Крепкого здоровья вам Тогда отведем госпожу на этаж ниже Ладно Прошу Госпожа Доверьтесь нам Все будет в порядке Большое вам спасибо Прошу Да, да, проходите Да Прошу Многовато Придется разделить На пять частей Угу Я ведь серьезно Значит, у тебя работы на пятерых Буду ждать ответа Удачи Наслаждайся Я никого не записывала До встречи Два часа погуляем Пойду одна Почему? Ослы вернулась из США Теперь живет здесь Принцесса Ослы Наездница Подруга из США Именно Отец купил ей конную ферму Ну и ну Думаешь Что? Что я не знаю Бенур знает Я даже знаю, где она Без меня не пойдешь Не позволю Так я не к ней еду Она не в городе Но подогнала мне лошадь Я покатаюсь Развеюсь А потом навстречу Подогнала? Если попросила Я бы все устроила Значит, буду здесь два часа Хватит дуться Разберись тут совсем Ладно Отнеси в кабинет И закрой дверь Я пошла Халель? Госпожа Я Ивсун Подруга Ослы Вот ваша лошадь Прекрасно Спасибо Привет, дорогой Я Ивсун Только по манежу Или в лес можно? Как хотите Спасибо большое Какой хороший Пойдем кататься Ты готов? Давай Поехали Ну же Что будем обсуждать? Зачем мы собрались? Исходящий звонок Госпожа Эбру Где Эмир? Где Эмир? Уводит у меня пациентов Вот он где Да ладно тебе Мы же в одной клинике работаем Все все знают Но никто ничего не говорит Классно Я не завидую Нет Нет, госпожа Эбру После пациента Не тратьте мое время Чтобы я вас не морила Ладно, буду ждать вас в среду Узнаем ваш вес Хорошего вечера Ширин Пойми меня правильно Я не пытаюсь вмешиваться В твою работу Да Ты злишься на людей И кричишь на них Ты их постоянно Пытаешься отругать А они И верно Тебе платят Именно А ты только и делаешь Что льстишь пациентам И что в итоге? Он опять меня провел Провел меня Чтобы опозорить перед всеми Я же говорила о встрече Но он не пришел Не пришел Тем самым Наплевав на партнера Да нет Он держит обещания Он человек слова Я его знаю Откуда? Объясни откуда? Знаешь же Что я о парнях много знаю Не знаешь ты ничего Я могу читать их мысли Что ты такое говоришь? Нет Не гнать, но Яшара Привет, брат Они на меня наезжают У меня был как-то пациент Худенький Тренировался А еще перенес Несколько операций На 10 лет помолодел Но был не рад И вот я отправил его К Юшару На один сеанс А потом он пришел И поблагодарил меня А все почему? Пусть даже моя жизнь Катится неизвестно куда Я все равно работаю на совесть Он 25 лет в браке был 15 15 лет был в браке А ему казалось, что все 25 И все равно счастлив А я вот сейчас На грани разрыва нахожусь Как же меня достало Слушать одно и то же Хорошо Прошу, говорите сами Итак Чего мы сюда пришли? Потому что наш новый босс Госпожа Евсун Организовала приветственную встречу Отлично Прекрасно И где она? Я буду авокадо Ты это к чему? Никогда его не ела А здесь подают Алло, мы не за этим пришли Смотри На что? Смотри, что увидел Скукота Пять минут Если не явится через пять минут Я начну встречу Как ты? Я в порядке А ты как? Да уж С рукой все хуже и хуже, Кайя Тебе станет лучше Ты восстановишься И продолжишь делать операции Обещаю тебе А вот и Эмир Добрый вечер Добрый вечер Папа Эмир Как вам, США? Прикалываешься Мы хотели поговорить с тобой о клинике Я слушаю Мы посмотрели документы, которые ты прислал Как было до первин Так и осталось Ни бюджетов Ни отчетов Ни данных Ничего Даже анкеты пациентов Не заполнены Знаю Ивсун этим занята Скоро закончит Не надо ждать Пока Эвсун напортачит И она вредит клинике Эмир Почему? Вы же оба так доверяете, Эвсун Пускай Она здесь как партнер Она не может им быть Это не тебе решать Понял? И что будет? Силы ее заставить Партнером надежнее Вот взять Хотя бы нас У нас совсем разные характеры Но погляди Какой стала клиника Несмотря на разницу Мы узнали Друг друга Поддерживали И доверяли Вот как Она думает Вы в Америке А вы здесь Она думает Что через три месяца уйдет А вы планируете ее оставить Ей даже не особо хочется Вас больше видеть Но ваша цель вернуть ее Я знаю про все это ложь Я лгал ей с первой же встречи Из любви и уважения к вам О каком доверии идет речь? Когда узнаете друг друга Не хочу Я не хочу ее знать и видеть в клинике Я этой клинике отдал всю свою жизнь Вы дали слово, что у меня не будет партнера Понятно? Сам ты клиникой управлять не сможешь Откуда тебе знать? Ты знаешь, что я за человек? Одну вещь об Эвсун я знаю точно Она идет до конца И я хочу дать шанс своей дочери Половина акций клиники ее Если захочет, то останется А если она уйдет? Тогда ничего не поделать Отлично Тогда придумайте, как выкупить ее долю акций Я сделаю все возможное, чтобы она ушла Я все сказал Я говорил, что без меня лучше Успокойся Сам знаешь, все реки сходятся к морю Однажды они сработаются А дочь меня выслушает и простит Надеюсь На русский язык переведено и озвучено студией Форс Медиа По заказу онлайн кинотеатра Иве в 2023 году Текст читали Ева Финкельштейн, Анастасия Лапина, Лина Иванова, Даниил Эльдаров, Михаил Тихонов и Сергей Пономарев Анастасия Лапина, Лина Иванова, Даниил Эльдаров, Михаил Тихонов и Сергей Пономарев Анастасия Лапина, Лина Иванов, Михаил Тихонов и Сергей Пономарев Анастасия Лапина, Лина Иванов, Михаил Тихонов и Сергей Пономарев